Предыстория создания наших организаций, она уходит далекими корнями в прошлое. Это, соответственно, организации, они еще были при Советском Союзе, потом уже переросли в организации, которые образовались в независимо-государствах в советского пространства. Это Россия, это Узбекистан, Казахстан, в том числе наша родная Украина. Соответственно, по Украине в 1994 году были легализованы общеукраинские организации, соответственно, созданы организации в областных центрах. После областных центров пошла паутинка, районные центры, населенные пункты. Наша организация объединяет в своих рядах всех тех, кто проходил службу в вооруженных силах Украины. По уставам определено то, что в ряды нашей организации могут быть приняты и вступить все люди, которые поддерживают, ценят и полнят. И знают, что такое? Честь, совесть, присяг. Наша организация, как вы так понимаете, тоже история создания организации сводилась к чему? К тому, что любой человек, служивший в армии, особенности в ВДВ, я имел честь служить в ВДВ, я прошел школу Гайжуна, это Газинайская учебка, потом Болгородская, 98-я дивизия, имел честь там служить. И любой человек, десант, придя на гражданку, он все равно ведет себя по тем же законам и по той закваске, которую ему дала армия, именно служба в воздушно-инстантных войсках. То есть это, ну, в какой-то мере, может быть, даже агрессивность, это порядочность, честь, ну, стараемся продерживаться этих традиций. И, как бы так, ну, мне даже, кому не секрет, что 2 августа празднуется всегда ярко, в день ВДВ, там, еще есть такие же подобные, наверное, той же мухой укушенные, там, бараничники, там, моряки, ну, вот, и на этот день мы собирались всегда, из года в год. Как бы так, организация наша существовала всегда. Ну, просто, наверное, какое-то время прошло, мы немножко, наверное, повзрослели, поумели, уже стали солидными, ну, можно сказать, и мужчинами, там, все, набрались опыта, и мы поняли, что, ну, как бы так, мы все равно друг другу всегда помогали. Но настал тот момент, когда уже просто помощи, наверное, маловато. Надо уже, наверное, какой-то юридический статус нам. Почему? Потому что, ну, мы давали присягу своему народу, мы должны защищать свой народ и помогать нашему народу в беде. А, понимаете, сам-то факт в том, что, ну, получалось так, что наши войска отбирали, наверное, самых, ну, одних из самых отборных, самых активных, самых морально стойких. И поэтому те бабушки и дедушки, вот я вот, когда выхожу из дома, там, мне эти бабушки, там, пытаются доложить обстановку, там, даже совет какой-то мне, там, послушать. Ну, пытаются как-то помочь по мере знаменности решать. Сегодня, там, я был в одном городе, в мэрию, зашел в мэрию, там, ну, надо было по вопросу уточнить у них один. Они сидят, представительницы детских садиков, они сидят, там, и с таким вот уплачущим видом, боже, у нас нет песочка деткам на, ну, вот эти песочные садики. Город им не может помочь. Ну, как вот тут, 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 они ко мне. Ну, помогите. Ну, что-то, сейчас будем, конечно, думать, там, пытаться завести песок. Если город не может, то, наверное, никто, кроме нас, это не сделает. Если каждый не подумает об этом, ну, пытаемся вот так вот работать. Наша организация была создана в 2008 году, это зарегистрировано. В Донецкой области она существует с 2009 года, с сентября месяца. Мы очень активны в своей работе. Ну, опять же, видать, тот род лодич, который я имею честь представлять, он, как бы так, сам по себе активен. В наших годах, вот опять же, таки, одно, ну, немаловажный момент, понимаете, мы не только десантники, далеко не десантники в этой организации. В наших годах офицеры, я так как, вот, Ларисович, непосредственно офицер вооруженных сил, ну, это наш непрерывкаемый авторитет. Мы готовы служиться его, как боевого командира. Например, много офицеров к нам заходят, независимо от рода войск. В нашей организации много солдат, ветеранов армии, любых родов войск. Моряки, пограничники, мотострелки, танкисты, лётчики, повозчики. Совет, я перебью, немножко здесь, в ремарке продолжу эту тему, потому что Анатолий сейчас остановился на этой, именно вопросе «Никто кроме нас». «Никто кроме нас» выросл из маленьких, коротких штанишек, которая организация, она выходила как союз десантников, хотя союз десантников есть отдельный организация, но именно «Никто кроме нас», она за последние, будем говорить так, год, очень сильно поднялась. Поднялась в своём авторитете и непривлекаемости в верности именно делу служения народу. Я не ошибся, говоря, делу служения народу. Почему? Потому что здесь, когда начали проходить первые акции протеста по Украине, это была ноябрьская акция протеста, это было 26 ноября, это было 10 ноября. Это были еще в Киеве начались? Это в Киеве начались. Потом они волной прокатились по всей Украине, и именно в этот период организация «Никто кроме нас» начала, будем говорить так, расти, расти, и перешла из структуры ведомственной, именно которая создана ветеранами ведомства организации, в Общеукраинскую организацию небезразличных людей, людей ветеранов всех категорий. Сюда уже вошли и Чернобыль, сюда и вошли и представители Дети войны, и вдовы, и шахтерские многие организации. Буквально недавно у нас в марте месяце состоялось учредительное собрание, где мы поставили подписи под протокол, мы создали Координационный совет общественных организаций, который сегодня действует именно по девизам «Никто кроме нас». Поэтому «Никто кроме нас» стало общеукраинской мощной организацией, которая объединяет в своих рядах самые широкие круги, и будем говорить, практически все круги ветеранского ветеранов всей Украины, рабочего класса, христианства, и всех-всех-всех здесь без исключения. И сейчас мы взаимодействуем с такими организациями, как союз выпускников Донецкого высшего на Брадийское училище, председатель организации областной Костя Медведев, «Натсоюз ветеранов Афганистана». Это ребята, мы очень тесно сотрудничаем с Петровской организацией, Андрюшка Великого, председателя организации, Сайонов Володя, председатель Киевской, потом Сидякин Володя, это городская организация, Тимофей, Кославинск. Очень-очень многие ребята, которые действительно в этом ракурсе проводят огромнейшую работу. Сейчас проводятся, очень часто проводятся турниры по хордингу. Ребята, очень многие сейчас занимаются восстановлением традиций подготовки молодежи к службам вооруженных сил. Это проведение подготовки, как физические подготовки, допустим. И в том числе, вот если никто, кроме нас, даже инициировал вопросы проведения на службе ребят, они организовали и, как у нас при этом говорит, выбросили с парашютом, то есть они организовали даже прыжки людей, которые проходят службу вооруженных сил, которые они берут в шествии над вооруженными силами в том числе. А ребят, которые уже говорили, Андрюша Великов, Петровская районная организация, они очень серьезно внимания им подбили на предслужебной подготовке. Бородие службы, любовь своему району. Любовь своему району, городу. Это очень серьезные вещи, потому что слово Родина в глазах наших детей должно обрести тот смысл, который имела раньше. Потому что принято, может быть, это грубое сопоставление, но принятая Родина у нас снизилась с того, что сало, и сейчас еще есть такая непонятная, расплывчатая, аморфная. И мы хотим возводить именно изначальное понятие слова Родина. Именно возобновить, и чтобы эта искорка в душах нашей молодежи теплилась. Мы вспомним, что такое Родина. И мы будем прилагать максимум усилий, чтобы связующее звено между тем поколением, которое защищало и освобождало нашу страну от черной чумы, от фашизма, чтобы оно не потерялось в душах людей. Потому что связующее звено сегодняшним днем оказались те люди, которые прошли службу в Уфганистане, в их локальных конфликтах. Где службы, которые помнят и чтут, что такое понятие честь, совесть, присягок, я уже говорил об этом. Поэтому здесь, вот сегодня, допустим, готовится проведение уже выводного, не на 17-м, в Донецке, что «Война глазами детей». Сегодня в Петровском районе готовится, и завтра будет проходить аналогичное то же самое проведение мероприятия. Где дети в своих сочинениях, рисунках, стихах, номерах художественной самодеятельности именно показывают, как они видят за судьбой. А это уже огромнейший шаг навстречу нашему будущему поколению.